Продолжение следует... И чтобы сироп получился так, как нужно, и чтобы сами шишечки получились не твердыми и не слишком мягкими, чтобы можно было насладиться так же ими. В первую очередь выбираем правильные шишки. Они должны быть небольшого размера, вот такие зелененькие. А внутри, во-первых, их легко ломать, а внутри они должны быть вот такими. То есть они пока еще очень-очень молодые. У меня тут 2 килограмма. В первую очередь хорошенько моем слегка теплой водой для того, чтобы все то, что прилипло, так как у них на поверхности такая липкая смола, для того, чтобы все это возможно было убрать. Холодной водой вы это не смоете. Продолжение следует... Хорошо все помыли. Сейчас отправляем в тару, где будет вариться наше варенье. Друзья, в процессе варки, особенно если они немножко больше по размеру, может выделяться достаточно много смолы, и это все остается на стеночках посуды. Для того, чтобы вам не приходилось трудно потом, используйте посуду из нержавеющей стали. Так очень легко эта посуда отмывается, и никаких проблем не бывает. Если у вас другая посуда, скажем, эмалированная, или особенно если она алюминиевая, у вас будут проблемы с этим. Сейчас добавляем сюда холодной воды 2 к 1, то есть 2 литра на 1 килограмм шишек. В моем случае к 2 килограммам добавляю 4 литра воды. Сейчас ставлю это на огонь, довожу до кипения, после чего варю где-то 5 минут. Засекаем время после того, как начнется вот такое бурное, уверенное кипение. После этого варим 5 минут. Как только 5 минут все это прокипело, добавляем сахар. Сахара добавляем также 2 к 1, то есть на 1 килограмм шишек 2 килограмма сахара. Тут у меня 2 пакета по 2 килограмма. После добавления сахара опять доводим до кипения. После того, как закипит, варим где-то 15-20 минут. Не больше, не меньше. Вам может показаться, что на такое количество шишек воды и особенно с сахаром слишком много. Но нужно учитывать специфику этого продукта в шишек. Так как в отличие от других ягод и фруктов, из которых мы делаем варенье, у них очень сильный запах, вкус, очень выразительный, терпкий такой, терпкое ощущение во рту появляется. И также сильная горечь. Для того, чтобы все это было в меру, нам нужна небольшая концентрация шишек в сиропе. Поэтому у нас сиропа много, а шишек мало. Если сиропа на это количество сделать меньше, тогда варенье у вас получится горьким, терпкости будет очень-очень много и будет неприятно. Варим, друзья, на умеренном огне. Когда начнется вот такое уверенное кипение, засекаем время. 20 минут уже прошло. Выключаем и оставляем так минимум на 12 часов. Это минимум, друзья, а советуется оставлять на все 24 часа. Прошло уже 20 часов, друзья, я поставила на огонь. И после того, как закипит, буду варить 15 минут. Это уже вторая варка. После того, как прокипит 15 минут, опять выключаем и опять оставляем минимум на 12 часов. Можно и до 20-24 часов. Прошло почти 24 часа. Опять ставлю на огонь. Опять довожу до кипения. Но на этот раз буду варить где-то 25-30 минут. Или буду следить за консистенцией сиропа. Он должен быть определенной густоты. И я вам покажу. В конце видео сделаем выводы. И я вам расскажу про самые распространенные ошибки. И может быть вы в них узнаете свои. Я сварила ровно 30 минут. Ставила таймер. Сейчас проверяем готовность сиропа. Если линии так остаются, следуем от ложки. Значит, сироп у нас уже готов. Чем дольше они остаются и чем четче они остаются, тем плотнее у нас получился сироп. Как всегда, как любое другое варенье, я его буду закатывать в холодную линию. Поэтому оставляю так. У нас уже ночь. Вернемся утром. У нас уже утро, друзья. Варенье остыло, стабилизировалось. Вот посмотрите, как тянется сироп, как жидкий мед. Сейчас подготовим банки. Для этого я их обычно мою, оставляю влажными. И потом отправляю в холодную духовку. Включаю духовку на 120 градусов. Обратите внимание, если духовка предварительно будет горячей, из-за разницы температуры они могут потрескаться. И духовка, и банки должны быть холодными. Включаю духовку на 120 градусов. И оставляю до тех пор, пока они полностью не высохнут. Весь этот пар, который образуется за это время, будет стерилизовать наши банки. Стерилизовывать наши банки. Вы только посмотрите, друзья. Я все стараюсь передать реальную шикарность этого варенья. Но камера не передает все это на 100%. Какой шикарный цвет, какая шикарная текстура. А о вкусе и об аромате я промолчу. Варенье не горькое. В меру есть небольшая уловимая горечь, которая присуща такому варенью. Но это специфика такого варенья. Нету такой сильной мешающей горечи. И такого очень неприятного ощущения, которое обычно бывает, когда такое варенье варится неправильно. Все на месте, все гармонично, все так, как нужно. И, кстати, сами шишечки тоже очень мягкие. Ими тоже легко насладиться. Некоторую часть шишек я откладываю, потому что люблю, когда в баночках немножко больше сиропа и сравнительно меньше шишек. Вот столько. Если вы сварили и шишечки получились очень плотными, это значит, что с самого начала вы их варили в плотном сиропе. Из-за этого они получаются очень твердыми. А если варить так, как предложила вам я, тогда они получатся вот такими вот, как и должно быть. Итак, друзья, свою работу мы закончили. Скажу я вам по секрету, я параллельно снимала два видео. И варенье из роз, и варенье из шишек. Все это будет на канале. Давайте подведем итоги. В самом начале мы сварили шишки. Сделали мы это для того, чтобы они получились в меру мягкими. Если в самом начале их варить прямо в плотном сиропе, с самого начала, тогда мы получим очень твердые, почти каменные шишечки. Их очень трудно будет есть, и к тому же они потом не очень охотно будут делиться своими вкусами и ароматами. Ну а потом мы добавили сахара и сварили сироп так, как нужно. То есть при добавлении уже сиропа они перестают становиться мягкими и сохраняют ту структуру, которую получили во время первой варки, во время варки в обычной воде. Вот и все, друзья мои. Таким образом мы получили нужную консистенцию и нужное состояние шишек.